Девушки отдыхают Я влюбленная в отражение в зеркале, самокритична и люблю только себя. Со мной моя сестра и моя подруга. Она не примет подруг своего избранника. Выйдет замуж за того, кого одобрят ее родители. Мечтает переехать с семьей во Францию. Анастасия не будет встречаться с барменом, официантом и стриптизером. Ей нужен мужчина привлекательный внешне, но не метросексуал. Хотела бы, чтобы он был заботливым и мог ею управлять. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну могла бы хоть парочку фотографий-то в стиле ню, да? Балочек повеселить. Ой, да ты что, там еще, не только что там фотографии ню, там она на всю страну процесс показывала. Как раздевается, что ли? Не, как это делается. Пособие. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, я вообще пока не знаю про что. Пусть сначала, дайте, постепенно. Так-то она тебе нравится внешне? Ну, очень, очень эффектно, очень красиво, да. Ну, конкуренцию, по крайней мере, в творчестве я и смогу составить. Смотрю в гороскоп и вижу первое соединение Луны с Марсом в Овне. Очень высокое. Это значит, что вы готовы буквально на все, если ставить себе какую-то цель. Очень целеустремленная девушка. Способна очень активно к этой цели двигаться. Если мужчина такой целью будет, я думаю, что он обязательно пойдет к вашим ногам вашей жертвой. Ну, потому что, если вы себе поставили целью, вы не можете не добиться. Слушай, ну, девочка красивая просто, очень красивая. Смотри, как у нее зубы белые, большие, красивые. Ну, в смысле, не большие, а огромные, а в меру большие и красивые. Зубы, в общем, есть. С мужчиной вы любите, на самом деле, конкурировать, бороться в отношениях, но так никакой мужчина долго не удержится. Поэтому я считаю, что лет до 30 ваших время у нас есть вас выдать замуж. Потому что такие женщины, как вы, до 30 лет, если выходят замуж, то совсем ненадолго, потому что они ничего не понимают вкуса отношений, понимают, как правильно выбрать партнера. И вот эта самая борьба, войнушка семейная будет. Ну, а после 30 имеют все шансы составить плохую пару. А белка в колесе для чего вот этот вот бегает? Человек должен нарабатывать свой опыт. Какой бы умной ни была женщина или девушка в 12 лет, она все равно не всегда способна выйти замуж сразу. Каким бы умным теоретически ни был человек, он должен набить себе шишек. Вот есть люди, которые их упрямо, уверенно набивают. Анастасия из их числа. Надо будет узнать о финансовом положении ее мужчины, что она захочет именно увидеть. Ну, я думаю, что... Девушка красивая, требуется очень много ухода. Красивая. Тут, ну, ничего не скажешь. Красивая, оно и есть красивая. Юридическое образование получает, кстати, из хорошей семьи. У вас мама учитель, да? Нет. Мама у меня певица. Творческий человек. Ага. Ну, сейчас просто преподает, да, вокал. Ну, так что я? Так вот, минусы к этой красоте-то. Ну, журналы НЮ. Но тут НЮ это вообще просто детский... А что за журнал? Я вообще не знаю. Мужские. Анастасия учится на юриста. Вот, работает музыкальным продюсером. Фотографии НЮ снимались, а то от Ларисы не верят. А куда? Это самые мужские журналы. Ну, я не буду сейчас рекламировать эти мужские журналы. Ну, хорошо. Ну, глаза-то открываешь, я сижу, как темная. Детские игрушки. Потому что на одном молодежном проекте вы показали процесс делания детей на всю страну просто-напросто. Причем, больше всего меня удивило, ладно, по молодости лет. Но это мама разрешила. Вот что самое удивительное. Я хочу поправочку, извините. Такой репутации вы не знали. Мама не разрешала. А что мама? Мама не знала об этом до того, как я уехала в Мексику, и как показали эфиры. Я что, должна у нее разрешение спрашивать? А как же? Она спокойно к этому отнеслась, увидела. Этим процессом занимается вся наша страна. Наверное, 99 процессов. Нет, мы этой занимаемся, знаете, под одеялом. Поэтому своему любимому одеялу хочу передать любимую песню. Вот какую песню забыла. Вы меня прям сразу это. А, я люблю тебя до слез. Поэтому мы все под одеялом делаем. А не вот на всю страну. Я бы не смог, допустим. Ну, ты бы не смог, но тебе нравится эта качественная женщина. Никогда бы, наоборот, что смог бы. Мару, ты чего? А что вам за это было? Заплатили? Ничего не платили. Да? Мы отдыхали. Я встречалась на тот... Миллион там на кону стоял. Я на тот момент встречалась с молодым человеком, который в итоге полюбил. У меня была влюбленность, у меня была страсть. Что-то у вас через три дня бросил-то он. Не правда. Он меня бросил через полтора месяца. Он был не мексиканец? Он был русский, молодой человек. Русский. И вы это делали не за деньги? Нет. Мы отдыхали. Мы отдыхали, я влюбилась, он влюбилась. И что, нас ничего не останавливало. А это папарацци вас сняли? Это реалити-шоу. И 24 часа нас снимают. А, вот в чем дело. А уединиться никакой возможности не было? Просто интересно, в рамках реалити-шоу. Уединились мы, под простыней можно было. Но эта серия была как раз без простыней. Настенька, тут на кону стояли серьезные деньги, миллион. Поэтому стоило, собственно говоря, и... А вы у родителей спросили, типа, можно ли я отвечу? Когда нам сказали про миллион, это уже прошла, наверное, половина проекта. Мы не знали, что главный приз 1 миллион рублей. Ой-ой-ой, прямо сейчас поверю вам. Мы приехали отдыхать, нам сказали, каникулы на халяву, развлекайтесь, купайтесь, загорайте. И про миллион мы ничего не знаем. Ну, хорошо, ладно, проехали. А вот молодой человек, которого вы за что-то ударили. Валенками. Да, я встречалась с молодым человеком. Нашла бычки в пепельнице случайно и спросила, чьи они. Он говорит, я не знаю. Я начала одеваться резко. Ага. Вы еще и подозрительная. И он вам сказал, что не помнит кто? Он говорит, я, Настя, я не знаю, о чем ты. Потом мне призналась, что это была подруга, она ко мне вчера приходила. Я знала, я уверена была, что он мне не изменял. Но просто все это накапливалось постепенно. А чьи валенки-то были? Мои. Я обувалась в этот момент, одевала обувь. Но вы с ним после этого расстались? Да. Мы расстались, но потом мы пытались помириться. В итоге у нас ничего не получилось. И я ему пожелала удачи. У меня глаза прям такие, знаешь, напористые, вульгарные. Значит, 21 год, были уже всякие такие моменты у вас любовные. Но сердце, я так подозреваю, никто не разбивал. То есть вы от любви не страдали пока еще? Я могу сказать, что мне и разбивали сердце, когда мне, наверное, лет 19 было. Но сейчас, уже с возрастом, я понимаю, что тогда мне не разбили сердце. Тогда я просто была очень наивной, глупой. Вы понимаете, что выходя замуж, даже вот такие потажные девушки, как вы, они что-то оставляют за бортом. То есть замужество, это новые ступени, это взрослая жизнь. И как бы мы ни куролесили в девичестве-то, тем более если мамка разрешает, то выходя замуж, мы понимаем все, с сегодняшнего дня, новая жизнь, с белого листа и так далее. С чем вы распрощаетесь, если сегодня встретите свою судьбу, например, или завтра? Наверное, ни с чем. Я такой же и останусь, когда выйду замуж, потому что я ничего такого плохого не делаю. То есть вы сниматься в НЮ, в реальти-шоу? Нет, в реальти-шоу я уже не буду сниматься. И даже не спрашивать разрешение у мужа. Но мужские журналы, в которых ничего конкретно не показано, ни грудь, ни попа, ничего, я буду продолжать. Мне это нравится. А что ж там показывают? Голубь, что ли, вашу? Это другие журналы? Или волосы ваши? А вам это нужно для вашей профессии? Я просто не понимаю, если вы... Это мое хобби. Мне очень нравится фотографироваться. Когда меня фотографируют, я получаю некое удовольствие. Мне кажется, я бы тоже полюбил ее фотографировать. Фотографировать. А ты на фотографа учился? Я ради такой девушки, Андрей, я бы на сантехнику обучился на всякий случай. А жених ты какой? Богатый нужен, наверное? Нет, совсем нет. Главное, чтобы любил, ценил. Ну и заботился, уважал. Нет, а вы у него найдете хабарик какой-нибудь там на балконе с позапрошлого лета? И ну его дубасить. Зачем же тогда вы ему нужны-то? Нет, давайте что-то менять себе. Так нельзя. А если он вас в чем-то заподозрит? Ему-то что можно? Когда я в любви... Стриптизером нельзя. Да, нельзя. А почему? Когда я в любви, меня заподозрить не в чем. Кстати, а почему он не должен быть стриптизером? Вам можно раздеваться? В королевые можно, Наталья, стриптизера? Ну не сравнивайте меня. А вы вот такая козырная. Какие глаза? Я вот прям... Я вот теперь понимаю, что у меня зубы и глаза. То есть стриптизер вам не угоден. Но почему же вы сами считаете возможным обнажаться? А мужчина, который будет работать... А бармен вам еще не нравится? Для меня важно, чтобы у молодого человека был социальный статус. Имеется в виду нематериальное положение. А что ж такое? Чтобы он в обществе был не ложком последним. А бармены... А у них нет статуса в обществе. Говорит Жанна Анастасия. А Том Круз помните в фильме? Какой клевый. Сравнили роль в фильме и человек просто в жизни. И человек просто в жизни. Как там Том Круз? Правда, с собаку ростом, но ничего. Сойдет. Конечно, когда он за стольку и баром, можно шить крышечку. Вы можете... Анастасия, я вас правильно поняла? У мужчины должен быть высокий социальный статус. Не высокий, просто чтобы он был вообще. Нет, если... Тогда хорошо. Вася с 15 автобазы, вот как любит Вася. Какой у него социальный статус? Статус – это место в определенной иерархии. Правильно. Вот давайте теперь так. От этого начинаем полисать. По крайней мере, подружиться мы с ним сможем. Если, я так думаю, сейчас все пойдет хорошо, то, по крайней мере, какое-то знакомство можно сделать. Более, это не стезер, не бармен. Кто там третий? Вот у вашего мужа будет довольно высокий социальный статус. И тут ему приносят на работу вот так вот стопочку журналов и говорят, слышь, Анатолий Степанович, ты со своей поговори, потому что у нас солидное заведение, солидная фирма. А твоя, ты что-то выступает лошицей или лохушкой, как правильнее. Что это она, жена, позволяет себе приличное общество проходит. Нельзя, нельзя. Что позволяя конкретно? Я не понимаю, что я позволяю такого, что он принес. Допустим, вы сказали, что не расстанетесь со съемками Ню, потому что вам это очень нравится. А мужчине солидному и приличному напомнят всегда сослужить. Это вот как раз Тарзан будет гордиться. Нормально тоже. Я такие видела, которые действительно гордятся и говорят, О, Настя, такая красивая в журнале. Тогда давайте определимся, что такое для вас высокий... Он не ревнует, он рад, что на меня другие мужчины смотрят. Но они не могут до меня прикоснуться. Да я согласна с вами. Послушайте, я тоже говорю, что не снимаю в мужских журналах женщину с другими размерами, с пористой кожей, некрасивыми, с короткими ногами. Поэтому я-то за. Ну тогда давайте не будем замахиваться. Или определимся, что для вас высокий социальный статус. Вот что такое? Чтобы в кругу моих подруг он не казался каким-то, знаете... А подруги кто? Вот Оля сидит. А вы чем занимаетесь, девчонки? Я как бы с братьями у нас бизнес строительный. То есть если будет прораб, это как раз вот тот самый уровень и ничего послуг об этом нет. Она про раба ничего не сказала. Да и не надо быть такой категоричной, я думаю, всегда в жизни получается. Так что как раз влюбляешься в того, кого не хочется. На самом деле, да, можно так просто влюбиться и что-то с этим и сделаешь. Ну да. Давайте определимся. Про статус и уже будем знакомиться с женихами. Мне дайте какие-то... Да не тебе спрашиваю я, Роза. Да что ж ты заморачиваешься? Да ладно. Расскажите мне. Сидят нам тут лапшу на уши, вешают. У меня уже она слезает со всех сторон просто-напросто. Девчонки, приехали из глубок... Нет, ну из... А в общем приехали, короче говоря. Прошу прощения. Косяк зацепит нас. Нижний Новгород, да? Нижний Новгород у вас отрицающей красоты город. Скажем прямо это не глубокое. Я же только за. Вы же хотите женихов. Я могу вам помочь в этом плане. Я смотрю, как вы мне помогаете, что вы... Да потому что... Дурилка ты картонная, господи боже мой. Я же такая умная женщина, что я просто удивляюсь. Я просто удивляюсь. Быстро подобрать. Я-то тогда определись. Если богатый... Вашему мужу я уделюсь в первую очередь. Послушай, вы такого же мне ищите. Если ты хочешь богатого, найду тебе богатого. Я не сказала, что я хочу богатого. Бедного ты не хочешь. Но ты кого-то хочешь же. А у вас... Какая-то то ли бедная, то ли богатая. Да, конечно. А нету середины, да? Ну назови середину. Вот прораб середина. А ты говоришь, не надо прораба. А это что? Это низкая. Ну хорошо, генеральный директор чего? Да чего угодно. Вот так с вами разговаривать. Чего угодно. Конечно, мой хороший. Вот уже хороший, это уже более-менее. Это уже нормально. Смотри, как мы друг-друг понимаем. Опа, смотри, молодец. Ну-ка дай пять. Ну-ка дай пять. Молодец. Смотри, какая боевая, а? Ей нужен обязательно генеральный директор. А я и не являюсь. Ну ты генеральный трейдер. А ты скажешь, что я вообще дичий. Вы себя видите через пять лет. Кем? Ну если я начала карьеру певицы, то и через пять лет я думаю, что я буду певицей. Может быть уже не в группе, а у меня будет сольный проект. А тогда зачем юридическое образование? Когда поступала, думала, что я хочу быть адвокатом, я хочу действительно сидеть там в офисе, работать. Сейчас я понимаю, что это очень скучно, и у меня образ жизни. А кто ваши ориентиры? Нет такого. Нет, я ни на кого не ориентируюсь, Нира. Ну хорошо, какую музыку вы слушаете, а какую не слушаете? А, музыку я могу любую слушать, правда. Все зависит от настроения. Ну вот сегодня вы кем увлечены? Ну вот за последние несколько часов я слушала Леди Гагу, самая эпатажная певица во всем мире. А Малера слушается? Не слушаю. Это кто? Ты сама-то хоть знаешь? А как же? А как же? Что ты? Только слушай, я из консерватории не вылезаю. Мать, это чего? Если б я знал, что Настеньке нравится Леди Гага, я бы оделся как Леди Гага, да? Я бы положил кусок мяса на лоб. Вот я абсолютно уверена, еще раз повторюсь, что до 30 лет нам спешить с вами некуда. Не обязательно сидеть в старых девах до 30 лет, но просто дайте себе самой время осмотреться, потому что вы будете готовы принять к мужчину и к нему отнестись по должному, но через много лет. Поэтому сейчас фактически неважно, какие женихи тут будут, главное, чтобы Анастасия могла произвести впечатление засветиться. Анастасия, я желаю счастья практически всем. Я желаю вам состояться. Я просто хочу сказать, что по течению плыть очень легко. Ну, вот как все сегодня, да, как пиарится. Обязательно скандал, обязательно желтая пресса и тому подобное. Но сегодня этого много. Поэтому если вы на самом деле хотите состояться, на самом деле хотите укрепиться, чтобы вас услышали и полюбили, идите против течения. Не будьте как все. Вот этого я вам желаю. И неважно, зачем вы сегодня пришли. За женихом или для того, чтобы себя показать, во что я верю больше. Ну, покажите себя так, чтобы вас запомнили. Хорошо? Потому что все остальное уже сегодня не работает. Все всем объелись. А я вам, Настенька, пожелаю глухонемого капитана дальнего плавания с крепкой головой. Спасибо. Очень скоро нашу невесту ждут три незабываемых встречи. Возможно, одна из них изменит ее судьбу. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся». У нас студия Анастасия Идиха. Знакомьтесь с первым женихом. Здравствуй. Привет. Мне очень приятно тебя видеть. Пока я там был в комнате, я решил, что я мог бы спроектировать для нас с тобой дом твоей мечты, но строить будем его вместе. Хорошо. Я же все-таки архитект. Спасибо. Спасибо. Проходите. Что-то он хотел сделать для нее, но мне кажется, у него ничего не получится. Андрей, с кем вы? Здравствуйте. А это мои свахи тоже. Алифтина. Давайте на вас посмотрим, узнаем вас лучше. И Марусичка. Андрей, 25 лет. По образованию дизайнер интерьеров. Работает директором в лаунж-баре. Занимается вокалом и живописью. Готовит блюда индийской кухни. Предупреждает, что жуткий педант. Мечтает пообщаться с папой римским. Однажды ночью возлюбленная Андрея ударила его сковородкой по голове, а после этого мирно легла спать. Надеется, что у Анастасии нет никаких отклонений. Василиса, что скажешь? Расскажите обо мне, мне интересно. Расскажу. Человек, у которого луна в близнецах и квадрат Юпитера Курана, такой ярко выраженный в гороскопе, все время страдает. Страдает то от приступов болтливости по луне в близнецах, то от приступов щедрости. Чувствует себя очень харизматичным. Чувствует, что даже в какие-то моменты времени должен спасать окружающих. Но страдает он не только от этих самых приступов, о которых я сказала, еще способен страдать от любви. Астролог позитивный, я надеюсь, что если звезды откроют какие-то скелеты в моих шкафах, то она тактично о них промолчит. В жизни всегда будете стремиться к отношениям сложным, недосказанным. Иногда сами будете нагнетать их, женщин провоцировать или искать женщин с проблемами. Но через какое-то время это пройдет, ну и повзрослеет, я надеюсь. Что скажешь? Ну, Андрей, мне кажется, подходящим женихом для Анастасии. Вот симпатичный, но не стриптизер. Более того, голова натренированная. Господи, какие валенки, да? Там сковородка уже побывала. Поэтому надеюсь, что в том, как крепко головы, у вас еще есть что-то. Ну вот сейчас поразбираемся. Что за история-то была со сковородкой? Собственно, это была ночь. Я уже спал, меня разбудили, просят налить в стакан воды. Я без вопросов спросонник, как бы, ну, беру стакан, иду на кухню, наливаю воду. Она идет за мной. Причем я думаю, ну что, 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 что происходит? Я даю ей воду, она берет сковородку и просто ударяет меня и уходит спать. Я, как я постоял, конечно, вот, ну, в прострации какой-то, в шоке. А сотрясения не было? Нет, на самом деле она не так сильно ударила. То есть, ну, след остался, на самом деле, утром. Хорошо, что не утюг горячий. Я пошел за ней, естественно, спросить, в чем же дело. И увидел ее мирно спящий, действительно, в кровати. Да мы же пробовали сковородку, качество сковородки. Точно. Самый главный тест. Об мужскую голову. Я постоял, успокоился, вот, немножко в шоке был, потом успокоился, чтобы не залететь, не кричать, там, не знаю. Ну, как это успокоится? В такой ситуации человек пытается разобраться, пытается понять, что произошло. Вы за версию послушаем, успокоились, уснули, не были рядом. Нет, я не лег рядом. Я не смог, конечно же, лечь рядом, я оделся, пошел на улицу, прогулялся. Вот. Пришел, и я лег в зале. Утром проснулся, точнее, она меня разбудила, говорит, что ты здесь спишь? Я говорю, ну, вообще-то, вот такая ситуация у нас произошла. У нее лунатизм оказался, и причем такой вот сильно выраженный. Это был со мной единичный случай? И как? Вы стали ее лечить? Есть какие-то препараты? Ну, мы там пытались узнавать, но, собственно, больше это не происходило, она просто иногда разговаривала во сне. Но вы продолжали жить ни сном, ни духом, ни в чем не было. Не так долго. А если бы она вас заколола, извините, но... После этого случая, собственно, мы прожили где-то там, может, месяца два. Но это вас развела, вот именно вот эта ситуация, боязнь, что может что-то произойти? Нет, мы не так долго вместе вообще жили. Я сам ушел, сделали паузу, но... Мы поняли, что вам, в общем-то, не по пути со стороны девушки и лунатиком. Ну, мне не нужны были отношения, собственно... Ну, хорошо, послушайте, вам 25 лет, и что, у вас была вот только два месяца эта девушка, и все? Почему два месяца? Ну, где-то полгода. Лариса, а кто должен взять ответственность? Вот, допустим, узнает он, что девушка лунатика. Ну, принципе, это лечится. Я не... вообще ничего... Я не вам, а не про вас. А кто должен взять ответственность? Родители или... Слушай, послушайте, ребят, есть болезни опасные. Просто есть опасные для жизни и для здоровья. Если ты молодой человек, если ты любишь и уважаешь своих родителей, и они хотят продолжения от своего дитя, то стоит включить голову и не идти только на поводу своих инстинктов. Нужно обязательно задумываться о потомстве, кто может родиться от этого человека, поэтому... Вы представляете, если вы влюбились просто вот... Я представляю. И любовь... А на раз в окно, думаешь, это две. Да нет, я представляю. Просто вы будете думать, кто родится, но если вы прожили даже вместе какой-то период. Да, я буду думать. Вы принимаете все моменты... Я буду думать, принимая решение, родить мне от этого человека или не родить. Я так жила всегда. Но тоже хочется, допустим. И вы решаете пойти на риск. Вот я бы пошел с ней на риск. А я бы не пошла. И мы бы родились с ней. Ой, ну ладно, пошли на риск, сами разбежались. Но это больные люди. Зачем? Вы об этом говорите. А не бывает людей здоровых, Володя. Есть люди необследованные. А вот, кстати, в мою обязанность входит сбор информации о жениках и невестах. У вас есть некая странность, вы одеваетесь в женские наряды. Это вообще... Что такое? Да! Это вообще как понимать? На одном из телепроектов, когда я жил на Украине, единственное развлечение, которое у нас было, это поиграть в карты. Естественно, просто в карты поиграть, это неинтересно. Мы играли на желание. И желание мы пишем первыми. Нумеруем их. И вот кто проигрывает по... В общем, вам досталось переодеться в женскую одежду. Мне нужно было одеть конкретное платье, называется оно «Парень чё?» И вот пройтись по коридору, спев эту песню. А чулки не надо было одевать? Нет, никаких чулков, ничего этого не было. То есть и вам это не понравилось? Ну, вы представляете, как бы... Нет, 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 я-то представляю, как всё это выглядит. Оно где-то вот досюда налезло. Андрей, перед вами девушка Анастасия, которая сказала, что её не будет устраивать дружба её молодого человека с девушками. Вы ради любимой смогли бы отказаться от таких прелестниц двух? Я думаю... Они же замуж. Во-первых, у меня практически все мои друзья уже на сегодняшний день, или кто-то вот-вот-вот выйдет замуж, или уже живут вместе. Вот. И практически все, абсолютно, все у меня семейные, и у нас соборность как-то вот у меня друзья-то. Значит, вас это не будет смущать, то, что они замужние? И я просто хотел сказать, что на самом деле... Я просто смотрю на них визуально, они бы никак вместе не сошлись бы. Пообщавшись с ними, она поняла, что это настоящие мои друзья. Это действительно друзья. Марина и Алифтина, как вам кажется, в вашу компанию могла бы Анастасия являться? Ну, конечно, да. Без проблем. И они очень позитивны. Это не совсем. Андрей, даже в чём-то похожи очень сильно. Мы, собственно, его сюда привели, чтобы, наконец-таки, он остепенился, уже определился, потому что ему 25 лет. То есть в компании с вашими мужьями приходит Анастасия, и вас это ничего не будет отбирать? Абсолютно нет. Нет. Вот мы сейчас выйдем, дружба крепкая, мужская. Дружба крепкая, не сломается. Да, жена. Давай поженимся. Согласен. Не поругаемся из-за невесты. У вас недвижимость на Украине, как я поняла. А в Москве планируете? Ну, если найдут ту девушку, с которой именно нужно только здесь жить, то, скорее всего, тогда придётся. Вы планируете, ищите повод и мотивацию. А скажите, вы неплохой доход-то, вот ваша, это... Достаточно неплохой, тем более я же не только архитектурой занимаюсь. Симпатичный парень. Ну, просто найдёт своё счастье, но не с Настей. Настя, Настя, я вижу прямо, она ждёт меня, сидит маленькая. Подожди, скоро я приду. А вы на что готовы ради любимого мужчины? Да я не знаю, я ни от чего бы не отказала. Вот правда, я понимаю, что я ничего такого грешного не делаю. А если бы вы так влюбились, и он бы вас попросил вот эту глупость оставить в юности, вот эта сцена, съёмка? Знаете, у меня прошлого молодой человек сказал, Настя, я не хочу, чтобы ты участвовала в конкурсах красоты. Я сказала, до свидания, значит, нам с тобой не по пути. Это ревность. Это ревность просто, да, у него действительно просто... А вы участвовали? Да, я участвовала в Мисс Нижний Новгород, была финалистом конкурса в Мисс Нижний Новгород. И что, и молодец, правильно сделала. А ему это не нравится? Я его рядом с собой не держу. Мне нравится это, мне нравится показывать себя. А может ли мужчина быть настолько вами любим, чтобы вы пожертвовали журналами, демонстрацией себя? Нет. Вот ради кого-то. Смотря что он мне взамен предложит. А что вам нужно предложить взамен? Если он мне скажет, Настя, не работай, не фотографируйся, не снимайся нигде. Естественно, я от этого не откажусь, я лучше с ним попрощаюсь. Она вообще любит говорить слово прощай, до свидания. Что вы приготовили для Анастасии, покажете? Да, конечно. Пожалуйста, проходите. Я приготовил... Песню. Для тебя песню. Да? Архитектор поет. Подыграешь чуть-чуть? Подыграю. Я потанцую. Давай молчать, так будет лучше, давай дышать, как можно глубже, на темной стороне луны спят наши души. Возникают вопросы. Откуда же такой нежный голосок? Что же он там, придавил себе что-то, что ли, или что? Найди меня своим дыханием, согрей меня своим желанием. На темной стороне луны, мысли за гранью, мой космический сон, мой неизданный крик, наших душу не сон, дождя ноль в один миг. Мой космический сон. Уже становишься космическим сном. Уходит боль, закат подушинь, твоим теплом согреет душу. Покое в тишине ночной, я не нарушу. Рази меня, стрелой соблазна, моя любовь на все согласна. На темной стороне луны, мы не погаснем, мой космический сон, мой неизданный крик, наших душу не сон, дождя ноль в один миг. Мой космический сон, дождя ноль в один миг. Спасибо, спасибо, друг. Для тебя, космический сон. Спасибо. Забирайте своего друга, проходите в комнату. Ну что, молодец. Вообще ничего не слышно. Не слышно? Ну нет, тебя слышно было хорошо. Слушай, на самом деле она очень хорошая, мне понравилось. Хорошая девочка. Она очень позитивная, она очень милая. Ольга и Ольга, как вам жених? Мне мальчик очень понравился, и он очень хорошо пел, прям. Мне кажется, они искренне, как бы, они смотрятся вместе. Я думаю, что, может быть, мы можем рассматривать такой вариант. То, что, как бы, поет, опять же. Я думаю, что все сразу все поняли, что у нас очень большие шансы. У нас, по-моему, они самые большие шансы. Настя, вас ничего не смутило в Андрея? Не, он мне понравилось то, что он тоже творческий человек, что он поет. Мне это очень понравилось. Я думаю, вместе где-нибудь на таких кусках... Ну, дуэтом мы явно петь не будем, разругаемся быстрее. Она засмущалась, да, она засмущалась. Как тебе жених? Молодой еще, молодой. Не готов, нет. Я тоже считаю, что он пока не жениться пришел. Ну, знаете, замутить романчик. Вам это надо? Таких романов не было истории, но еще будут. И он, очевидно, стремится найти себе сложности. Жизнь будет, как одно сплошное приключение. Я думаю, что у него было уже много сложных историй в жизни. У него еще будет очень много в жизни. Он похож на такого очень приятного парня из какого-то американского фильма, когда все начинается прекрасно. Не знаю, мирный полдень, а потом начинает что-то происходить. Марсиане землю атакуют или там какие-то катаклизмы. Вот в его жизни будет очень-очень много приключений. Мне кажется, что женщине с ним, с одной стороны, будет интересно, с другой стороны, тревожно. Всегда будет стараться попасть на телевидение, и в конечном итоге туда может попасть. Все-таки, как ни странно. Хотя, ну, при личном общении ничем меня не поразил, скажем так. Наверное, достаточно приятен для того, чтобы с ним встречаться сейчас. Но точно он не мужчина вашей мечты, а вы точно не женщина его мечты. И поэтому несложно говорить о продолжении таком-то большинстве. Сошлось бы два персонажа таких. Одно такая воинственная. А внутри такой цветочек аленький. И второй такой... Цветочек аленький, а внутри вот это... Просто никто этого не видит, никто это не может знать. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Не пропустите новые знакомства через несколько минут. И оставайтесь с нами. 15 февраля в эфире нашей программы Сергей Потолах заявил, что именно он является настоящим отцом Витаса. Чтобы доказать эту сенсационную новость, прямо на программе Сергей встал анализы ДНК. Узнав об этом, генетическую экспертизу провел и популярный певец Витас. Кто же настоящий отец Витаса? Малчий отец, как мне дальше жить? Руководитель ДНК-центра готов зачитать результаты анализов. Малчий отец. АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Анастасия. Идите знакомьтесь со вторым женихом. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Привет. Приятно познакомиться, Владимир. Очень приятно, Настя. Спасибо, проходите. Ну вот, пожалуйста. Я думаю, что он очень взрослый для нее. И даже уже по внешнему виду, как человек одет, мне кажется, будет совершенно ей неинтересно. Давайте на вас посмотрим. Владимир, 39 лет. Трейдер на фондовой бирже. Пишет пьесы и стихи. Изобрел устройство для знакомства с помощью мобильных телефонов. Вегетарианец. Предупреждает, что никогда не женится на феминистке и карьеристке. Возлюбленная Владимира много работала и в выходные предпочитала отдыхать от всех. Бросил ее, когда она отказалась идти на день рождения его мамы. Надеется, что Анастасия не будет игнорировать его родню. За что звезды мстят в Вове? Ну не так, чтобы мстят. Просто Владимир, во-первых, никогда не пользовался большим вниманием и уважением женщин. Бывают так, бывают мужчины, которых женщины как бы, ну вот, обходят вниманием своим, не слишком обращают его. Слушай, они так смотрят с умилением, даже ведущим их жалко, представляешь? Сам по себе Владимир очень любит разнообразие. Не очень нуждается в отношениях крепких и прочных. Хотя сидит и сейчас Гоголем, молодец, здорово, что адрес электронной почты на рубашку поместил. Мне кажется, что это какой-то вот такой крик души всем россиянкам. Просто увидите меня, заметьте. Может, где-то позволит ему вот перешагнуть предсказание гороскопа. Но в общем и целом, я сомневаюсь в том, что Владимир нуждается в постоянных отношениях. Он как пытливый путешественник, который любит ездить по разным странам. Здесь кухня понравится, здесь климат, здесь что-нибудь еще приятное. Но, пожалуй, пожил, и надо отправляться в следующую страну, к следующей женщине. Много на твоем рынке таких путешественников? Так нет, девочки, ну, Василис, ты не права. Хороший, достойный жених. А я разве снаспорила с этим? Уж не знаю, как он там путешествует и что он там рассматривает. А четыре квартирки-то он, в общем-то, это, нажил. Можно вообще уже не работать. Живи себе на проценты или на арендную плату. Слушай, ну, Вова, ну, правда, ну, посмотри в зеркало и посмотри на Настю. Ну, ты что ты делаешь-то? А что за устройство вы изобрели для знакомства телефонное? Устройство позволяет, так сказать, людям находить друг друга. Причем не только, как говорится, для того, чтобы для личных отношений, там, для знакомства, но и даже в сфере быта, да, каких-то услуг и так далее. Вот. Оно, как бы, действует на расстоянии 10 метров. На Западе есть такие технологии. Люди, те, которые хотят найти тест на совместимость, похожесть, они заключают договор, им ставят телефон определенную, значит, там, ну, типа, навигатору, схемку не буду это, и другому. И если они вдруг приближаются друг к другу, у них сигнал, что рядом с вами находится ваш потенциальный. Так уж и придумали. Такой кошмар, это же путь к неврозам, мне кажется. Все придумали уже давно. А вы что там усовершенствовали? Я ничего не усовершенствовала. Это новое, это изобретение. Да ладно. Такого нет. Хорошо, ладно, оставлю это на вашей совести, на вашей. Это вот по поводу. Владимир, расскажите мне, пожалуйста, вот эта история с вашей девушкой, с которой у вас был роман, и она так уставала несчастная, что отказалась идти на день рождения к вашей маме. Да я думаю, это даже не усталость, она просто потеряла интерес, наверное, в целом личных жизней, потому что всю ее жизнь занимала карьера и работа. То есть работа она поглощала полностью, начиная там, я не знаю, с 9-10 часов и заканчивая 10 часов в 11 вечера. А в целом ваша мама как к ней относилась? Может быть, никак, потому что предложение вы ей не делали, жениться вы на ней не собирались? Думают, ну что она пойдет в гости даже не к свекрови, даже и не к потенциальной свекрови? Ну, чтобы было предложение для того, чтобы жениться, сама поступила, нужно соответствовать неким критериям, чтобы мужчина сделал это. А сколько? Вы же с ней долго были? Ну, около года, почти год. А каким критериям не соответствовало для того, чтобы с ней продолжить жизненный путь вместе? Ну вот, например, к маме не пошла. Ну, это был уже такой манифест того, что она пытается с чем-то бороться. А может, у нее такая работа тяжелая была, допустим, уборщица? Знаешь, как это? Попробуй, перемой два супермаркета. Знаешь, как упашешься. Ну, конечно, очень похоже, что у Владимира была... Ну, я предположительно, может, другая работа была. Владимир, она была серьезно моложе вас? Ей было 23 года, когда мы познакомились. А вам? Мне было 38. А не кажется, что вы для нее были староваты, и общество ваше, и тем более вашей мамы, уже было как-то напрягающим? Девушке 23 года, а тут нужно идти к бабушке, с дедушкой. Слушайте, кстати, вот смехом-смехом, да, вот мы вроде как пытаемся как бы укорить Вову. А ведь общение со свекровью, это как сверхурочное. Может быть, не стоит уж так-то невесток будущих-то пинать-то. А мама вам не говорила, Вов, ну ты все-таки уже взрослый мужчина. Ну, что тебе эта девчонка? Никогда такого она мне не скажет. Она же была с ней знакома. Она уважает мой выбор. Она ее уже видела, они были знакомы? Конечно, да. Может быть, она в какой-то оскорбительной форме сказала, достала мне твоя мама или еще что-то? Нет, никогда она так себя не вела. Не оскорбляла? Никогда. Ну, вы хороший сын, я вам хочу сказать. Я тоже за семью. Смотри, ты на кидаку личико. Бедненькая, она думает, ну все, уже нет шансов. Нет, Настя, есть один. Самый главный сюрприз. Верняк, да? Верняк, стопудово. Вас не смущает, что Анастасия вам в дочери годится по возрасту? Я только хотела задать. Лишь бы я ее не смущал. А вас? Меня это очень сильно смущает. Только возраст? Настя, четыре квартиры. Ну, вы знаете, вам будет приятно, если мои друзья или ваши друзья будут говорить, о, красавицы и чудовище. А кто здесь красавец и кто чудовище? Чуть-чуть не понимаю. Наверное, я красавица? Анастасия, вы как-то дофига о себе вот чересчур мнение о себе. Вы знаете, красивее видали. Вы уже раз в 17 сказали о том, что вы такая красавица. А я могу еще раз 17 рассказать? Можете, пожалуйста, имейте право. Не напрягает это говорить. Ну, тут тогда не оскорбляйте. Я не оскорбляю. Я просто не понимаю, что человек делает, когда ему дочери гожусь. Ну, во-первых, не такая уж красавица, а Владимир не такой уж и чудовище. Понимаете? Поэтому... А возраст, он прекрасно выглядит для своих 39 лет. Владимир, а вам приходилось сталкиваться вообще с такой реакцией молодого поколения на себя? Потому что, я так понимаю, не только вы пришли к Анастасии, не только предыдущая девушка была молодая. Не зря я про это спрашиваю. И у вас должно было быть несколько девушек именно моложе вас. Потому что Венера в Близнецах склоняет мужчину именно к общению с молоденькими особыми. Может быть, это такой урок жизни сегодня? Вот эти печальные, такие больные слова от Анастасии, конечно, совершенно несправедливые. Я прошу прощения, но правда. Обижаете, правда. Я извиняюсь, если я вас обидела. Но у меня просто других вопросов никаких не было. Я смотрю на человека, который действительно пришел, наверное, не по адресу. Я очень маленькая для него. И по характеру, и по мне, судьба, я очень... Ему 21 год, это уже дофига. В вашем возрасте заканчивают высшее учебное заведение. Вы никогда не маленькая, вы взрослая девушка. Когда она зайдет сюда, я сначала объясню, что в любом случае надо свои эмоции выражать... Более лояльно и тактично. Более позитивно, да, да. Хотя тем более человек пришел, выразил симпатию свою. А что для вас является самым большим оскорблением со стороны женщины? На что вы способны сильно обидеться? Это полностью равнодушие, как к мужчине. Когда женщина увлечена только собой и не видит никого в окку, то это просто равнодушие, оно как к оскорблению. И никак иначе. Либо дает понять, что ты не мужик. Да, либо не нужен, либо не мужик. Как быстро готовы жениться, если с девушкой сложатся отношения? Вася, ему надо было вчера жениться еще. Это понятно. Вот теперь я хочу услышать, если до 40 практически не женился, решительный шаг готовы сделать быстро? Или все-таки себе опять пару лет дадите подумать? Ну, готов, да. Но торопиться не буду, чтобы прям... Ну, это, конечно, вот она настолько прямая. И так она может обидеть человека. Но она себя очень любит. Она себя любит, ставит она себя очень высоко. Очень высоко. Молодец. Вы хотите с женой венчаться, да? Да, я верный человек. А вы как к венчанию? Ну, когда пройдет 10 лет, тогда после 10 лет совместной жизни я обвенчаюсь, но не сразу. Почему? Потому что это очень ответственный шаг. Я считаю, что... То есть как муж одноразовый, да? Вдруг поменяет, да? Нужно проверить действительно отношения. А детей на каком году совместной жизни? Вот если вы так серьезно относитесь, допустим, к венчанию, тогда дети через какое-то время тоже, наверное, должны будут, да, планировать? Ну, я думаю, что вот я выйду замуж, и буквально там через год, через полтора я готова буду родить ребенка. О, какая! Понял. Она даже хочет родить мне сына. То есть родить ребенка – это не такой серьезный шаг, как обвенчаться. Я правильно понимаю? Конечно. Конечно. Я думаю, что... Спасибо, покажите сюрприз. Эта песня посвящается всем одиноким людям. Эту песню можно было бы сделать как гимн этой передачи «Давай поженимся», потому что она для всех. Называется эта песня «Одиночество». «Дом казенный предо мной, да тюрьма центральная, ни копейки за душой, да дорога дальняя». Я же говорю, отец. Мы еще не знакомы, мы еще одиночество. В этом мире огромном нас судьба не свела. Ты не знаешь еще мое имя и отчество. Но я знаю уже, как ты долго встала. Мы еще одиночество, незнакомы с правилами, недалекие жизни. Чужая судьба, мы еще одиночество. Незнакомы с правилами, нам не чистили душу, нам не плавили кровь. Нас еще не связали в ожидании чуда. Случай, звезды, дорога, место, судьба. Мы еще не пропали в объятиях друг друга. Задыхаясь отчасти, сбегая с ума. Мы еще одинокие. Мы еще... Спасибо вам большое, замечательный сюрприз. Проходите к себе. Последний закрывает дверь. Как вам, Жених? Ну, я думаю, что это не наш вариант абсолютно. Почему? Потому что, во-первых, взрослый, он говорил о карьеристке какой-то. Многие девушки хотели выйти замуж за такую чудовищу, скажу я. Мне кажется, танцуем с кем попало. Знаете, у нас как раз такой человек, который работает сейчас. В данный момент она начала работать, и она очень как бы работает. Ну, абсолютно. Не ее типаж. Очень сильно смущает, что до 39 лет он даже не попытался жениться. У него нет детей. И он зарабатывал 4 квадрата. Ну, у него были какие-то эксперименты с женщинами. Это уже говорит о том, что проблемы есть. У нас есть мужчины, у которых 10 детей. Ну, как бы. А зачем вам чужие дети? Не, ну, я имею в виду, что не нам чужие дети, а вообще, я имею в виду, в 39 лет. Девочки, у всех жизнь складывается по-разному. Ну, это понятно. И мне симпатичные мужчины, которые думают, прежде чем что-то сделать. Дети – это сознательный, осознанный шаг, к которому нужно готовиться. Это естественно. Понимаете, когда в 39 лет 42 жены и 52 ребенка, это тоже о чем-то говорит. Ну, что ж, бывают такие сказочники, которые хотят жениться один раз и на всю жизнь. Кроме возраста вас больше не смутило ничего, все остальное вас устраивало. Ну, чтобы человек визуально был приятен. Но он неинтересный. Да, он неинтересный. Вообще, он ничем меня не зацепил. Мне даже нечего было ему задать. У меня никаких вопросов к этому человеку вообще не возникало. Кстати, вот именно вот такие вот модельки, скажем так, они хотят найти мужчину без детей, и который не был женат. Он, во-первых, никак не понял, действительно, что не должен мужчина 40 лет гоняться за девчонками 20-летними, если у него хронически не получается с женщинами этого возраста. Он все равно продолжает их выбирать. Я вам хочу сказать, может быть, это жестоко прозвучит, но, может быть, иногда вот таким ходокам за молоденькими девочками стоит услышать вот такую вот правду злую в лицо. Может быть, тогда они задумаются. Может быть, есть и плюсы в сегодняшней программе. Да, может быть, стоит искать себе руми. Более того, мне кажется, с девушками типа Анастасии или возраста, это я со слов, что вы маленькая, приятно спать. Но насколько правильнее строить семью с детьми, это уже совсем другой вопрос. Поэтому, может, они путают спать и семью. Совсем скоро нас ждет еще одно знакомство, которое может изменить судьбу нашей героини. Оставайтесь с нами. Прихожу на работу. Там, конечно, все сидят, обсуждают, кто кому что сказал, а почему он так сделал, а я на него посмотрела, а он на меня посмотрел, а он на меня позвонил, а он на него позвонил. И почему-то они еще все время используют слово «любовь». Как бы вот они говорят, что вот это вот все «любовь», про «любовь». Какое отношение вообще-то имеет к любви все, в принципе. Ну, что-то все время путают любовь и отношения. Вот если есть у людей какой-то взаимообмен, ну, один там, одно может сделать, то там в ответ, там что-то другое, вот они как-то так приживаются, живут. Значит, надо постоянно терпеть. Терпеть, терпеть. Прощать. Не знаю, может, когда-то, конечно, есть какая-то любовь. Ну, я вот не видела. Мне как-то про это ничего не известно. Вы смотрите «Давай поженимся», я предлагаю Анастасии встретить и встретим с женихом, пожалуйста. Привет, милая Настя. Очень прекрасно выглядишь, держи, тебе. Спасибо. Надеюсь, что сегодняшний день ты надолго запомнишь с позитивными эмоциями. Спасибо. Как тебя зовут? Меня зовут Лёва. Очень приятно. Спасибо. Дорогие ведущие, мы вас тоже с моими друзьями не хотели оставить без внимания, вот, и подарить вам букеты. Спасибо. Ой, тяжелый. Роза, это вам прекрасные розы. Спасибо. Ну, и, конечно же, вам. Вам очень подходит, по-моему, к вашему классе. Все правильно сделаю. Надо взять на будущее такую заметку. С кем вы пришли? Это мои друзья, два лучших друга здесь, в Москве. Денис и Андрей. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Лев, 28 лет. Был барменом, сейчас генеральный менеджер в букинг-агентстве. Любит командные виды спорта. Мечтает поехать на чемпионат Европы 2012 по футболу. Предупреждает, что он прямолинейный и абсолютно безхозяйственный. Получив наследство в Балакова, Лев предложил возлюбленной переехать туда из Сибири. Но она отказалась, объяснив, что не до конца ему доверяет. Надеется, что сможет покорить Анастасию. Ну, какая история. Какой жених у нас непростой, да? Непростой, непростой. Ничего такого вот уж прям непростого во льве нет. Родители правильно вас назвали. Лев, вы восходящий лев. Всегда будете гордо нести себя по жизни, привлекать внимание женщин. Но в том числе привлекать внимание женщин и не самых правильных и достойных. Без ярко вооруженных целей в жизни, без яркого пути. Мужчинам женщины такого типа кажутся очень мягкими, податливыми, нежными. А потом окажется, что у женщины и стержень есть свой собственный, и у нее есть свои собственные цели. Но когда он понимает, это уже становится поздно. А вообще квадрат Венеры с Нептуном склонен придумывать себе свою идеальную возлюбленную и ищет в женщине черты, которых нет. Настоящий лев. Весом за 100 килограмм. Ну, во-первых, сначала надо выяснить, что у вас за наследство в Балаково. Кстати, я тут посмотрела, это город с населением около 200 тысяч человек в Саратовской области. Славен тем, что это единственный город, где есть и АЭС, и ГЭС. Я надеюсь, что ваше наследство связано с этими, либо с ГЭС, либо с АЭС. Потому что электричество у нас сейчас дорогое. Вот оценим тогда и цену дам. Он обычный мальчик, с какого-то там маленького городка. Все в порядке у него. Ну, на самом деле, не хотелось бы делать акцент на каком-то наследстве, потому что оно там не особо такое значимое, эта квартира в этом городе. Вот. И на самом деле, это не цель была переезда ради этого наследства. Это просто была какой-то отправной точкой для меня, что можно начать какую-то новую интересную. Не АЭС, не ГЭС, да? И вот вы своей любимой девушке предложили из Сибири в теплые края перебраться. Почему она отказалась? Ну, это не то, чтобы теплые края, это, в принципе, на той же параллели географические. Но отказалась она, ну, потому что это у нее, ее жизнь была связана с Новосибирском, все ее родственники там жили. У меня же наоборот. У меня же все в Балаково. У меня же наоборот, да. В Балаково жили все мои родственники. И мне как-то какой-то толчок стартовый нужен был. А это ваша квартира или еще там наследников хватает? Нет, теперь уже моя, да. То есть больше без наследников? Да. А может, она вам предложила что-то, типа, продай квартиру? Нет, на самом деле это не было так резко. Мы думали, планировали, что я приеду, возможно, заберу ее потом. Но на расстоянии отношения исчерпали себя. И потом мы даже попробовали сойтись вместе, но уже, как говорится, два раза в одну воду не войдешь. Хорошо, Лев, но шесть лет немалый срок, между прочим. Да, действительно. Но шесть лет это громко звучит. На самом деле из шести лет были расставания долгие. Но за эти годы все-таки что-то вас держало вместе? Почему не сделали предложение? Почему не женились? Да вы знаете, мне было тогда 20 лет. Молодой горячий парень, который еще совсем не думает о свадьбе. А если у вас сейчас сложится с Анастасией, она предложит вам переехать в Москву? Я уже живу в Москве. Я здесь живу. То есть продали Балакова? Балакова вы не задержались? Нет, долго не задержался. Сейчас, кстати, мы в одной стезе, в одном бизнесе работаем с Настей. Что-то совсем она грустная такая, да? Она, мне кажется, в шоке. От третьего жениха. А в 2010 году вы где находились? Там, еще в Балакова. Но я-то знаю, что вы участвовали как раз в реалити-шоу в этом году. В 2011 году это было в том году. Что-то у меня какие-то нестыковки происходят. Где правда? Вы в Балаково были или в реалити-шоу? В 2010 году я был в Балаково. В 2011 году я был в реалити-шоу. А зачем вам здоровому вот такому парню, взрослому? Вам-то зачем? Это обезьянник. Вы знаете, это все-таки, наверное, Настя меня поддержит. Это новые эмоции, новые ощущения, которые испытываешь именно там. Ну и в любом случае любопытство. Я пробыл там всего шесть дней, поэтому, уверяю, не заморался нигде. Я вот так после не видела никого, кто после реалити-шоу сделал серьезную карьеру. Да? Да. Ну а я видел таких. Вот вроде как хорошо-хорошо, только к нему начали относиться. Тут вы участвовали и сразу все плохо. И сразу накинулись, да? Да. Скажите, а вот ваше представление об идеальной семье, ну какое, расскажите? Во-первых... Ну, далеко уходить не надо. Вот Анастасия, жена, она говорит, нет, нацелена на карьеру. Отлично. Рожать в девушке тебе еще 9 лет не буду. Отлично, отлично. Я поддержу ее во всех ее начинаниях. Я думаю, мы обсудим все это. И тем более, Насте, повезло, что я в этой же сфере вращаюсь и кручусь. И поэтому я многим чем могу помочь ей, действительно. Вот это самое главное для девушек такого характера, сказать, что я тебя поддержу во всех своих начинаниях. Ну он сам верит, что говорит, думаешь? Нет. Ну это не важно, главное на уши присесть хорошо. А что тогда вас не будет устраивать? Вы как-то ко всему готовы? Это тоже насторожение? Меня не будет устраивать, то есть я очень ревнивый человек, мне надо меньше повода для ревности. То есть мне надо всегда быть уверенным, что моя девушка думает только обо мне. Нет, если она снимается в журналах, мужских причем. Журналы я сам люблю посмотреть, полистать, и в этом ничего плохого. А Роза еще рассказывает, что где-то что-то было такое, занималась публично она. Ну тоже для работы. Ну, я не думаю, что это были какие-то постыдные поступки. Нет, то, что она будет спать с другим мужчиной на всю страну. Нет, такого, конечно же, я не допущу. Для этого есть актриса второго плана, я думаю, найду такую, которая заменит ее красиво. Я думаю, что спать будет актриса, но называть будет, что это ваша жена спит. Я, по-моему, говорила, что в моей жизни больше реалити-шоу не будет. И нигде я спать прилюдно не собираюсь, чтобы смотрела эта вся страна. Так нет, Настя, сейчас не про вас разговариваю. Я про кого же? Я здесь невеста сижу, а не вы? Для вас важно одобрение ваших родителей. К сожалению, у меня нет родителей, поэтому мне сложно. Я всего сам добиваюсь. У меня вот бабушка, которая очень любит вашу передачу. Бабушка любит передачу, он пришел из-за бабушки сюда. Бабушке, считайте, понравится Насте? Я уверен, что да. Бабушка, она полностью одобряет мои выборы. С здоровьем, все в порядке у бабушки? У бабушки, да. Ей 82 года, и она очень бодрая. Каждое лето она на даче. Чуть ли не круглосуточная. То есть удар не хватит ее от невесты? Нет, нет, это точно. Я что, такая плохая, чтобы ее удар хватил? Да нет, ты прекрасна. Я уверен, что ты понравишься моей бабушке. Ну, пообщайтесь, задайте друг другу важные вопросы. Какие у вас планы на ближайшее будущее? Сегодня вечером с Настей в ресторан куда-нибудь ходим. А, даже так, да? Какие еще? Он очень серьезно как-то настроен, прям вообще он... У него планы такие грандиозные. Настя, она такая очень своеобразная девушка, в том плане, что она очень любит сюрпризы, какие-то подарки, внимание повышенное. Как будете удивлять ее? Да, и как вот... Я, на самом деле, по своей натуре романтик. Вот, мне это самому очень безумно нравится. И, вы знаете, расскажу вкратце историю своего детства. Как-то в нашей семье с самого детства у нас было принято дарить подарки на какие-то праздники, а-ля Новый год или День рождения, деньгами. У меня День рождения в феврале. Деньгами точно не нравится. Нам не отдавали эти деньги в руки, но у меня есть старшая сестра, которые говорили, вот у твоей старшей сестры есть некая сумма, на эту сумму ты можешь выбрать. Я брал эти деньги и покупал папе на 23 февраля подарок и маме на 8 марта и сестре подарки. Всякую фигню, конечно же. Такой молодец. В шкатулке. Ну, просто вот, я считаю, что счастье в том, что давать, а не брать. Внешне он просто не яркий, он, ну, обычный, да. Еще мы посмотрим на сюрприз. Может быть, там что-то, какая-то у него откроется изюминка раскрытая. Мне кажется, что что-то какая-то изюминка и вскроется. Покажите сюрприз, который приготовили. Настя, я принес несколько подарков. Это то, чем я занимаюсь, музыка. Вот. И еще один сюрприз. Небольшой. Вот такой. Держи, это тебе, это потом посмотришь. Хотел бы сказать, во мне много есть талантов, но они не в том, чтобы петь или писать адресы электронной почты у себя на груди. Но я умею творить небольшое волшебство. Я не волшебник, я только учусь. Здесь, в коридорах Останкина, я выкрутил вот такую лампочку. Проверь, она абсолютно простая. Нет на ней никаких кнопочек, дорогие друзья. Но это лампочка волшебная. Она загорается лишь в тех руках, да, вместе с тем человеком, с которым мне по жизни и у которого по жизни будет все светло, замечательно и весело. Поэтому я бы хотел с тобой вместе зажечь эту лампочку, попробовать. Возможно, это наша судьба. Ой, только он не будет глотать лампочку, надеюсь. Я боюсь. Всего 220 вольт, не страшно. Да, не переживай. Если это судьба, она должна загореть. О, дорогие друзья. Она горит, действительно. Все, прекратила гореть. Держи. Это волшебная лампочка, это тебе. Спасибо тебе, Градон. Спасибо. У вас замечательный друг, вам повезло. Проходите с ним в свою комнату. Спасибо. Спасибо. Ну что, нормально вроде, не опозорились? Все хорошо. Лариса, а права была. Все-таки немножко электричества-то он это приобрел в наследство-то. Глянь, с лампочкой пришел. Ну и как вам, Лев? Замечательно. Прям энергия зарезала, по-моему, Настю. Мне он понравился, позитивный человек, с ним есть о чем поговорить. Но самое главное для меня, я увидела, что он может защитить девушку. Он прям, я смотрю, когда вы что-то говорили про меня, он прям защищал. Хорошее, говорят, или плохое, парни? Да про нас можно говорить только хорошее. Особенно про тебя, Андрей. Про меня только. Я очень, как лампочка. На самом деле, от него прямо исходит такая положительная энергия, от которой просто заряжаешься. И вот я просто, пока он сидел, я весь, вот это, все это время улыбалась. Просто потому, что вот он такой положительный человек. А на соседе что-то еще дополните? Я очень сильно переживаю за то, что вот он очень много говорит, и я могу от этого устать. Это от волнения, но что ж ты устанешь, малыш? Я думаю, что это прям, когда начнутся отношения, сказать, что, пожалуйста, мне нужно свободное пространство, мне нужно побыть одной, и, пожалуйста, не... Ну, мне это немного смущает. Он очень много говорит. Я даже не закрою рот, я уже... У него была единственная возможность зарекомендовать себя, рассказать о себе вот эти 8-9 минут. И вы бы как... Ну, мне понравилось. Желали бы, чтобы он молчал? Нет, нет, все нормально. Или чтобы у него вытаскивали все? У человека столько положительных эмоций, он все говорит, он еще больше бы рассказал. Мне это понравилось. Вот тут как не выходи, мне хоть пьяному в усмирь выползли, Настя выберет меня, понимаете? Просто надо сказать, Настя, привет. Привет. Я ваша на веки, да? Я алкоголик из Москвы. Как только вас туркнуло или где-то у вас ёкнуло, то есть это, по сути, поехала крыша. Чистый инстинкт. Значит, все, тут вразумлять и объяснять уже толку нет никакого. Вот как раз классический случай. Мне даже рот открывать не надо было. Все уже его туркнуло, на все согласен. Ну, что тут можешь посоветовать, да? Мне кажется, они наедине как-то, ну, его не будет таким. Туркнуло бедного парня. Мне кажется, он будет немного подскокольнее. Совет на любовь. Настюшенька, сейчас мы поедем в ресторан. Вы для меня, Анастасия, кажете персонажем очень странным. Вы очень неприветливая. Даже такие, как мужчины, как лев, очень открытые, которые будут защищать свою женщину, в определенное время устанут от этого. Вы сами ничего не делаете для того, чтобы понравиться, чтобы произвести впечатление. Но это вы, наверное, еще шишки не набивали. А потом вас жизнь научит быть немножко открытием, быть более улыбчивой, более милой, более приятной. Хотя бы это, ну, как вежливый, воспитанный человек это делает, потому что он воспитан. Нельзя с таким лицом сидеть, нельзя с такой большой претензией быть к жизни. Потому что когда получите, будет очень больно, и может быть поздно. Это просто мой вам совет, добрый совет. Вот и все. Василиса. Лев, безусловно, понравился, но то, что он так активно защищал и пытался обаять нас, например, букетами, обхождением, правильно говорил самые разные слова, это вовсе не значит, что вы этого водолея возьмете голыми руками. Это тот тип мужчин, которые могут быть очень хороши в отношениях любовных, но то, что касается брака, они тоже не спешат обычно, они тоже не спешат себя обременять. И при всей чувствительности и нежности этого мужчины, а он правда очень чувствительный и нежный, нужно умудриться не растоптать эту чувствительность в нем, потому что он очень вибрирует, он на самом деле очень обидчивый, он требует очень много внимания к себе. И та женщина, которая сможет отступить назад за спину в его тень и каким-то образом его поддерживает, сможет с ним рядом надолго остаться. Вы не из тех, кто пытается отступать в тень. Поэтому я сомневаюсь в счастливости этой семьи. Ну, она ей уже бог за нее все сделал. Очень красивая девочка, конечно, поэтому ей стараться-то особо не надо. Это мне вот надо попрыгать с лишним весом-то. Лампочки позажигать. Лампочки повыкручивать. Ольга и Ольга, кого советуете? Я за третьего, за льва. А может, все-таки второй? Будете друг друга рекламировать, дойдете на нашу жизнь. Сначала себя, потом друг друга. Второй, в принципе, да. Хороший вариант. Лучше, лучше ли. Чувствую, мы так смеемся, смеемся. А вот все же может быть. Вдруг она дверь перепутает просто чисто визуально. Зайдет, а уж куда деваться. Сейчас ни одного из этих мужчин вы осчастливить не сможете. Они же тоже люди. Им тоже нужно живое, им нужно тепло. Вы пока только заточены на самой себе. Я, я, для меня, мне. Я вот так хочу, я так буду. Нет, такой установкой нельзя ни за кого. Поэтому я никого вам не советую. Все хорошо будет, не переживай. Как не переживай? Тут такая красивая девушка скоро. Из рук уйдет. Рыба моей мечты. Настя. Согласно, Лариса дополнила бы, что, вы знаете, Настенька, нельзя играть в отношения для отношений. Вообще созреть надо внутренне. Потому что семья – это не игрульки. Уж очень жалко, что за наши ошибки расплачиваются наши дети. Они этого не заслужили. Поэтому, конечно, говорить о замужестве, может быть, рановато 21 год. Но я бы вам посоветовала Владимира. Все-таки он человек взрослый, может быть, ответственности научно. По крайней мере, все равно год еще есть до свадьбы. Вова, как тебе девушка по пятибалльной системе? Ну, пусть будет пять, но не для меня. Она сюда, конечно, не зайдет, но если зайдет, то я, конечно, не выйду. Но совместимость людей – это понятие очень сложное. И она не просто хорошая или плохая, она по разным факторам может быть хорошей. Например, бывает совместимость бытовая, которая действительно нужна для брака, вместе с сексуальной привлекательностью друг к другу. Вот если люди хотят друг друга, если им удобно в быту, считайте, что это уже практически идеальный брак. А та совместимость, которая описывается как популярная в интернете, например, по знаком Зодиака, просто это в основном совместимость рабочей, совместимость тех людей, которые могут примерно вести один образ жизни, разделяют один образ мыслей. Вот вам сейчас нужен мужчина, который разделил бы ваш образ мыслей, я бы сказала так. И поэтому из всех это именно Андрей, тот человек, который вам, близнецам, подходит, как весы. Потому что говорить сейчас о том, что вам нужен мужчина, которому вас сексуально сильно влекло бы, мы не можем. Бытовые факторы для вас никакой роли сейчас не будут играть. Поэтому Андрей. Андрюш, тебе понравилось, Настя? Да, красивая девушка, очень интересная, и думаю, внутри там что-то очень нежное находится. Ну, поскольку вы определились, к кому идти, пожалуйста, проходите, мы вас в любом случае поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте СМС их номером по телефону 4-4. Никита, 24 года, номер 1905. Музыкант, преподает вокал. Ищет девушку, которая умеет ценить высокое искусство. Дмитрий, 28 лет, номер 1906. Продавец мебели в торговом центре. Ищет девушку без вредных привычек и татуировок. Мы не знаем, выйти там Анастасия одна или с избранником. Я приглашаю всех выйти и поддержать ее. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Знаешь, ты единственный, кто может меня защищать. Я могу. Спасибо. Спасибо. Не забудьте ничего. АПЛОДИСМЕНТЫ Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с его именем на номер 4-4-ки. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Спасибо. Вот как лодку назовешь, так она и поплывет. Вот это вот про меня. Марьяна Бензиновна, да, так я понимаю? Да, я занималась нехорошим делом. Я угоняла автомобили, потом занималась их тюнингом и продажей. Дыхание рот в рот. С языком. Понятно. Это будете практиковать с Марьяной. Если в нем вот это вот харизма, он у меня так... И мы с ним... Почему бы нет? Думал, что он откажется, наверное, на 100%. Все. И слава богу. А раз и не отказалась. Куда вас бить? В голову! А нельзя вот так вот взять и вот так... Можно. Редактор субтитров В.Семкин Корректор В.Семкин petr Animador Sелло���款 Корректор В.HO Корректорudos Продолжение следует...